У нас с вами ждут еще интереснейшие выступления в формальных комплексах ката. Как раз вот Майк Жюли, о котором мы вам говорили несколько минут раньше. Что же такое ката? Все-таки нам кажется, что любопытно посмотреть этот комплекс формальных упражнений. Бой с воображаемым парадельником. На выбор спортсменам дается две или три ката. И по периметру татами расположилось семь арбитров, которые так же, как в фигурном катании, к примеру, будут выставлять оценки. На что они в первую очередь обращают внимание? Это четкость, концентрация, понимание того, что делает спортсмен. И это очень важно. По мнению мастеров каратэ, каратэ без ката не может быть. Ката имеют интересную историю. По легенде, когда японцы захватили остров Окинаву, где и зародилось каратэ, местные крестьяне, у которых отобрали оружие, начали заниматься каратэ. Вскоре японцы запретили и его. Таким образом, чтобы передавать другу знания, чтобы тренировать друг друга. В условиях, когда поединки были запрещены, крестьяне изобрели вот такие комплексы формальных упражнений, при помощи которых передавали друг другу знания. В каждом стиле существует множество ката. И чем выше пояс, чем выше дан, тем сложнее этот комплекс. Итак, судьи выставляют оценки. И средний балл получился где-то 8,2 балла. Это очень хорошие оценки. И Майк Жюли, представитель Франции, получает золотую медаль в индивидуальном кадре. На патторе очень хорошо видно, с какой концентрацией наносит он все удары. В этом виде программы в финале также не выступали представители России. Увы, пока мы мастерцом в данном виде еще не можем похвастаться. Ну и чтобы вам, телезрители, было, может быть, интереснее сравнить, мы предлагаем вам командное соревнование у женщин. Здесь присутствует как бы дополнительный нюанс. Судьи обращают внимание на синхронность. В данном случае три девушки из команды Беларуси демонстрируют определенную ката. Кстати, любопытно может быть на татаме мама, дочка и подруга дочки. Вот такая получается как бы дружная команда. Очень четко, синхронно. И что особенно сложно в исполнении любой ката, как вы видите, девушки выполняют ее в рваном ритме. Это всегда сложнее. Это считается уже высшим профессионализмом. Кстати, что касается ритма, то каждый из участников волен сам выбирать ритм. Еще раз повторю, что это зависит от того, насколько он понимает, что делает. Спокойный, уверенный в себе спортсменки из Беларуси. Здесь выступала и команда Россия. Она пробилась в финал. Но наши девушки заняли только четвертое место. В аналогичных соревнованиях у мужчин победителем стала команда Австрии. В финале российские каратисты не принимали участия. Подходит к концу выступление сборной Беларуси. Вы слышите аплодисменты. Зрители, все те, кто наблюдал за этим выступлением, также соперники и подруги по команде, все аплодируют. Все признают, что это было лучшее на сегодняшний день. С наивысшим количеством баллов. Общая оценка получилась 35,3 балла. Средний балл где-то 8,1 балла. Сборная Беларуси занимает первое место. Ну а если говорить о неофициальном командном зачете по всем дисциплинам, то на первом месте сборная Германии, в активе которой 4 медали. 2 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая. На втором месте представительницы Беларуси 3 медали, 2 золотых, 1 бронзовая. У сборной России 3 медали всего, 2 серебряных и 1 бронзовая. К сожалению, ни одного золота представители нашей страны на этом чемпионате мира не завоевали. Мы так надеялись, что будет золотая награда, поэтому говорим к сожалению. Хотя 2 серебряных, 1 бронзовая медаль это очень хорошо. Напомню, это чемпионат мира и подобного успеха наша команда еще не добивалась. Итак, наш репортаж подходит к концу. Вы видите награждение. В данном случае это команда Беларуси, девушки, которые только что исполняли кат. Они заслужили еще и, так сказать, приз зрительских симпатий. Ну а мы с вами прощаемся. Спасибо за внимание. Вели репортаж Александр Владыкин и Геннадий Клебанов. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok